здравствуйте вы на канале радости с огорода сегодня хочу поделиться с вами опытом по посадке лука на рассаду чернушкой для этого я купила ящички купила в магазине fix price по цене 127 рублей хочу сказать что у меня огород 5 соток и лука которого я посадила мне вот в этих двух ящичков хватит так ящички длиной 27 это 30 сантиметров почему такая потому что она к низу идет зауженная а высота среднем 12 сантиметров то есть достаточно для того чтобы корень лука а он у него длинный чувствовал себя комфортно второе обязательно должен быть поддон сейчас пока растение маленькие я их поливаю сверху а когда он наберет силу то буду плевать в поддон но у этого поддона есть ножки видите если налить чуть-чуть то получится что вода не дойдет и надо наливать вот до края чтобы корни лука взяли воду и смотреть если они выпили подлить если вода не уходит значит им достаточно и остатки вылить в одном ящичке я посадила сладкие салатные луки это лук репчатый ялтинский красный и лук репчатый exhibition теперь посмотрим как он себя чувствует я его разделила вот такими вот канцелярскими ручками посадить сажала рядками для чего чтобы можно было рыхлить между этими рядками когда он подрастет удобрять а удобряю я обычным жидким биогумусом так как лук любит удобрение и у него очень хорошо будет формироваться маленькая луковка но для того чтобы получить хорошую луковицу еще раз повторяю нужно обязательно соответствующая высота контейнера почему потому что корень длинный и если будет маленькая высота он упрется и луковка как таковая не завяжется во втором контейнере я посадила лук кармен он идет уже слабо острый раннеспелый сорт лука репчатого фермера ранний и сюда же поместила золотничок среднеспелый тоже разделила по сортам посадила бороздками на сегодняшний день а сегодня у нас 13 марта лучок у меня выглядит вот таким образом он конечно еще выходит но основная масса уже наверх сейчас я его полью я поливаю фитоспорином не по самому луку а между рядками почему фитоспорином потому что фитоспорин в данный момент это профилактика растений от болезней сейчас этим молодым маленьким растишкам он очень необходим ну вот лук полит в конце ролика хочу сказать как я делаю грунт беру грунт добавляю туда биогумус вермикулит или перлит и сажаю вот такой лук я получила в прошлом году если вам понравилось подписываемся на канал ставим лайки пишем комментарии и и и и и и и